Всем привет! Александр Майоров, школа английского языка в Пушкино. Продолжаем наши языковые зарядочки. Мы делаем их регулярно, так же, как, надеюсь, вы делаете регулярно физические зарядочки. И мы помним, что одно из самых главных правил, если не самое главное, это правило изучения языка регулярно. Ну и мы этим и занимаемся. Мы повторяем за носителями, повторяем простые фразы, но они очень полезны. И люди, приходящие к нам, порой знают грамматику достаточно хорошо, умеют читать, писать, но они могут сформулировать простые мысли на английском, не могут услышать носителя и понять, о чем идет речь. Поэтому мы практикуем восприятие языка на слух здесь и практикуем разговор. Все это сжато в минимальной форме. Курс далек, 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 далек от совершенства. Много раз об этом говорил. Если вы хотите сканально изучать язык, приходите на курсы, будем разбираться со всеми вашими проблемами. Ну а мы повторяем за носителями, еще раз говорю. Это курс для тех, кто в бизнесе, кому всегда некогда и кто хотел бы ну хоть как-то, хоть как-то оставаться в форме. So, if you are ready, let's get started. Поехали! Where were you born? А где вы родились? Where were you born? Повторяйте, пожалуйста. I was born in London. Я родилась в Лондоне. Притормаживайте с паузой. Вот я нажал на паузу. Также притормаживайте и повторяйте. How old are you? Сколько вам лет? I'm 28 years old. Мне 28. How old are you? How old are you? I'm 28 years old. Are you married? Are you married? А вы замужем? Are you married? No, I'm not married. No, I'm not married. Нет, я не замужем. Do you have children? Do you have children? No, I don't have children. Do you have children? No, I don't have children. What do you do for work? What do you do for work? А какая у вас работа? Ну, этот вопрос можно многими способами задать. What do you do? Что вы делаете? Чем вы занимаетесь? Как правило, неправильно отвечают на этот вопрос. What do you do? Это вопрос о вашей профессии. I'm a programmer. I'm a banker. Я банкир, программист. What do you do for your living? Чем вы зарабатываете на жизни? Такой вопрос может звучать. Вот здесь, what do you do for work? I'm a software engineer. I'm a software engineer. Software – это программы. Software – в компьютерной сфере это программы, разные программы. Есть и hardware. Hardware – это жесткие части компьютера, материнская плата, всевозможные карты памяти и так далее. Это hardware. А software – это программы. Она занимается написанием программ. Software engineer. What do you do for work? What do you do for work? I'm a software engineer. I'm a software engineer. How do you like it here? How do you like it here? А вам здесь нравится? How do you like it here? Что не вопрос, что очень полезный и очень красивый. How do you like it here? Вам нравится здесь? I really enjoy it so far. I really enjoy it so far. Да, до настоящего момента мне всё здесь нравится. I really enjoy, я здесь получаю удовольствие. Eat so far. По настоящий момент мне всё нравится. How do you like it here? How do you like it here? I really enjoy it so far. I really enjoy it so far. Но, может быть, здесь дипломатическая есть струнка, да, то есть, когда она спрашивает, как вам здесь нравится, если говорить, что… Мне нравится, но не совсем корректно, не совсем дипломатично. I really enjoy it. Мне здесь нравится, я получаю удовольствие. Это можно говорить о ресторанчике, это, может быть, какая-то другая сфера. I really enjoy it. What's your native language? А какой ваш первый язык? Или какой ваш родной язык? Native, native. Первый native, родной язык. Материнский язык. Такие варианты перевода. What's your native language? My native language is French. My native language is French. Мой первый язык, мой материнский язык, мой родной язык – это французский. What's your native language? What's your native language? My native language is French. My native language is French. И у нас есть такая фраза native speaker. Native teacher. Native speaker – это человек, который приехал куда-то и, допустим, проводит обучение французскому. Так вот, он из Франции, его родной язык – французский, и мама его с пеленок учила французскому языку. Это native. Native speaker – native teacher. Teacher – для которого какой-то язык, тот язык, который он преподает, является родным, первым, материнским. Can you speak English well? Can you speak English well? А говорите вы по-английски хорошо? Yes. Yes, I speak English fluently. Yes, I speak English fluently. Бегло, свободно, fluently. Ну, здесь может быть, я говорю на английском свободно, бегло. I can speak English very well. Я говорю по-английски очень хорошо. Ну и так далее. Разные варианты ответа. Can you speak English well? Can you speak English well? Yes, I speak English fluently. Yes, I speak English fluently. How did you learn English? How did you learn English? А как вы учили английский? I learned English in school and by practicing with friends. I learned English in school and by practicing with friends. Я учил английский в школе и практиковала его с друзьями. By practicing. By practicing. Практиковать. By practicing. By practicing with friends. Ну, допустим, вариант I learned English at school и такой может быть. Здесь in school, at school. At school лучше, наверное, я думаю. And by meeting with native speakers. И его практиковала by meeting. Учила на встречах with native speakers с носителями языка. Да, тоже такие опции есть. Так называемые речевые клубы, где присутствует носитель. И он разговаривает на английском или каким-либо другом языке с членами клуба. Okay. How did you learn English? How did you learn English? I learned English in school and by practicing with friends. I learned English in school and by practicing with friends. Или мой вариант. I learned English at school and by meeting with native speakers. What's your favorite food from home? А какая ваша любимая еда дома? I love croissants from France. I love croissants from France. Мне очень нравятся круассаны из Франции. Croissants from France. What's your favorite food from home? What's your favorite food from home? I love croissants from France. I love croissants from France. Звучит France, American English. France, France, British English. Обычно в наших школах это France, потому что у нас британский вариант. Well, thank you very much for watching, for being with me. All the best. I wish you all the best. See you. Bye-bye, Alex.